Самым осязаемым итогом Отечественной войны 2020 года стал прецедент восстановления государственной границы Азербайджанской республики, причем не только на южном, иранском, но и важнейшем западном направлении, скапитулировавшей, но все еще пытающейся огрызаться Арменией. Конечно, можно до последнего утверждать, что процесс послевоенной делимитации границ некогда союзных республик усложняется фактором того, что после распада СССР не было налажено дипломатических отношений между нашими странами. Но разве не собственной политике агрессии, ставшей детонатором развала целой формации, с горькими последствиями которого наш регион сталкивается по сей день, обязана современная страна камней? На начало боевых действий в сентябре прошлого года только на линии соприкосновения с оккупированными Арменией, Карабахи и прилегающих районах находилось более 30 азербайджанских населенных пунктов с населением свыше 200 тысяч человек, живших в зоне активных боевых действий. Сейчас ситуация диаметрально изменилась. На сегодняшний день основная масса сел Зангизура и Басар-Кичара западного Азербайджана, то есть территории нынешней Армении, находится в непосредственной близости у господствующих высот, на которых расположились посты вооруженных сил Азербайджана. Теперь точно понятно, что вопрос окончательной делимитации и последующей демаркации границ между истощенной и полумертвой Арменией и победившим Азербайджаном – вопрос времени и готовности третьей стороны пойти на окончательное урегулирование вопроса. Послевоенный период, который внешне не так болезненно отразился на Армении, пытаются затянуть и довести до вечного, не позволяя обществу понять, чего ожидать далее. Причем в этом вопросе активны все, как оппозиция, так и действующие власти, по отдельности получающие инструкции из внешних силовых центров. Вот армянский телеканал Зангизур ТВ, который вещает из Кафана, пытается поднять себе рейтинг на противоречивом материале из приграничного региона Армении. «Недавно азербайджанцы задержали двух жителей нашего села, которые потерялись в тумане. Просто заперли, как каких-то кур, которые зашли в соседний двор». Сетует некая Сильвард, жительница западноазербайджанского села Агнер, которая с за неимением рабочей силы вынуждена убирать сено наравне с мужчинами. Но ни имени, ни даты происшествия она не называет, как, впрочем, и официальные органы двух сторон. Будь такой инцидент на самом деле, стекла здания ЕСПЧ потрескались бы от писка вездесущего омбудсмена Армана Татаяна. Традиционный массовый плач многострадального народа продолжают и другие жители села, утверждающие, что боятся отпускать своих детей даже во двор, мол, в стране, где нет хозяина, закономерно, что азербайджанцы заняли окрестные высоты. Одновременно с этим репортаж раскрывает и реальное положение дел по направлению озера Горогель, отмечая, что вот уже три месяца вооруженные силы Азербайджана окружили водоем и не собираются покидать территорию. Недавно регион посетили функционер провластной партии и глава Сюникской области, которые в унисон уверяли на общественном ТВ Армении о полном контроле над ситуацией. Однако местные жители придерживаются обратного мнения. Отставной офицер капитулировавшей армии признался репортерам Зангизур ТВ, что вооруженные силы Азербайджана заняли весь периметр озера, расположившись по всем флангам и как бы издеваясь, оставив для доступа армян лишь пологий участок у берега. На самом деле Горогель полностью под контролем азербайджанцев. Его объективное видение ситуации подтверждает и ведущая канала, которая указывает на позиции вооруженных сил Азербайджана вокруг горного озера и потенциальную опасность приблизиться к воде. За 30-летнюю политику агрессии и ненависти по национальному признаку армянские власти делали на этой территории все, что заблагорассудится. На свое усмотрение они раздавали дома и земельные участки изгнанных азербайджанцев, беспощадно грабили недра, перераспределяли водные ресурсы и вырубали леса. Поэтому искренне удивляет наглая уверенность армян Зангизура, жалующихся, что они сейчас не могут перейти на фактическую территорию Азербайджана и… убрать пшеницу или выпасти скот. Удивляет наглость армян, сетующих, что какой-то прибор GPS и солдаты азербайджанской армии изменили их привычный образ жизни, который придется нарушить, продав скотину, поскольку ее скоро нечем будет кормить. В качестве эпилога. Посмотрите на этого оборванца, который после тотального разгрома все еще пытается имитировать боевой дух армянского солдата. До тех пор, пока этот символ обреченной Армении не закопает свой ржавый автомат, у ее общества нет никаких шансов на безмятежное будущее. Субтитры создавал DimaTorzok